В соответствии со стратегией развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы количество местных туристов должно увеличиться до 12 миллионов, а зарубежных до 9 миллионов в рамках реализации программы «Путешествуйте по Узбекистану». Потенциал страны в этой области представлен в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки, о которой подробнее расскажет наша собственная корреспондент в Узбекистане. Туристический рынок Узбекистана полон интересных и прогрессивных событий. И на Ташкентской международной туристической ярмарке гости, посетители и специалисты сферы могут воочию увидеть и почувствовать этот потенциал. И в этом году международная туристическая ярмарка «Туризм на шелковом пути» намерена стать центральной площадкой в регионе для новых туристических проектов. В Узбекистане говорят, путешествующий человек словно море. И Ташкентская международная туристическая ярмарка, которая начала свою работу, подарила гостям море эмоций. Данное мероприятие является масштабным событием туристической индустрии Узбекистана и всего центрально-азиатского региона. И его полномасштабное возвращение после двухлетней паузы стало настоящим событием. В этом году международная ярмарка «Туризм на шелковом пути» собрала более 300 представителей отрасли из 30 стран мира. И данное мероприятие уникально тем, что в этом году мы впервые в истории проводим эту ярмарку в форме государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Ташкентская ярмарка станет ярчайшим международным событием в области туризма Узбекистана и всей Центральной Азии, которая объединит общие усилия по поддержке туристической отрасли в регионе и расширит географию международного сотрудничества. Нужно отметить, что данное мероприятие проводится с 1995 года при официальной поддержке ЮНВТО. В этом году ярмарка расширила свою географию. Среди новых участников мы можем видеть Францию, Японию, Азербайджан. В рамках мероприятия проводятся конференции, битовые встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, презентации туристического потенциала регионов Узбекистана, гастрономические и многие другие красочные мероприятия. Проходит выставка международная, где с национальными стендами участвуют 15 стран, частные туркомпании, отели, даже производители цветочного и ювелирного украшения, которые сотрудничают с отелями для продвижения своего продукта, для взаимообмена продажами. Планируется, что будет проведено очень много переговоров по продвижению совместных туров, особенно акцентируя это на Центральную Азию. Сейчас мы активно продвигаем, чтобы совместно с нашими соседями разрабатывать Центрально-Азиатский тур, чтобы турист, приезжая в соседнюю страну, обязательно заезжал к нам или приезжая к нам, заезжал к нашим соседям. Сфера туризма в Узбекистане определена в качестве стратегической отрасли и в настоящее время она динамично развивается. Эффект наблюдается в росте доходов регионов от сферы туризма, широком привлечении населения к предпринимательской деятельности и увеличении количества рабочих мест. Если в 2019 году туристы пребывали в стране 2,5 дня и каждый тратил 195 долларов, то в этом году они остаются на 4-4,5 дня и тратят в 3 раза больше. Узбекистан всегда продавался на российском рынке, но на мой взгляд был незаслуженно маленький объем. А сейчас сложилась такая эксклюзивная сложная ситуация. С одной стороны закрыты границы, с другой стороны объем перевозки немножечко увеличился, цены они не выросли. Узбекистан получил конкурентные преимущества и люди поехали. И мы видим, что только в 2022 году поток вырос классических туристов примерно на 20%, и эта динамика, на наш взгляд, и дальше будет увеличиваться. Корейцы очень любят Узбекистан и выбирают турпакеты в этом направлении. Также блогеры из Кореи, которые приезжают сюда, рассказывают о достопримечательностях шелкового пути, как Бухара, Смарканд, Хива. В данном мероприятии мы ознакомились с огромным потенциалом и разнообразными направлениями туризма в Узбекистане и намерены подписать несколько договоров. На полях сессии эксперты обсуждали новые медиапроекты, которые станут визитной карточкой страны. О развивающихся видов туризма в Узбекистане, о международной конкуренции в брендинг-туризме, о фейлах в сфере обслуживания, о рестарте продвижения Центральной Азии на глобальном рынке. В Узбекистане есть открытый музей под миром, поэтому сюда наши всегда туристы ехали, пребывали и с удовольствием знакомились. В настоящее время в Азербайджане тоже в туристической сфере уделяется большое внимание. В основном между Узбекистаном и нами сейчас осуществляется большое количество контактов в оздоровительном туризме. Рейсы наши, которые раньше составляли 2-3-4 рейса в неделю, но сегодняшний день летает 7, это каждый день. И плюс еще один рейс в Самаркад. Это все доказательства интереса друг другу. Мы видим такой серьезный рост потока туристов в сфере Азербайджана. Например, если сразу после пандемии 2020-2021 года существенное было сокращение. А в этом году мы уже превысили отметку 8 тысяч. То есть мы уже приближаемся к допандемийным показателям. Несомненно, в будущем году мы будем укреплять сотрудничество в следующих направлениях. Это активизация работы между регионами наших стран. Также запланировано большое количество совместных бизнес-встреч, взаимное участие в наших мероприятиях. В данное время прорабатываем межправительственные соглашения в сфере туризма. Подписание и реализация этих документов помогут нам уже заново открыть весь потенциал нашего двухсторонного сотрудничества. Как отмечали организаторы, в течение трех дней мероприятие посетят более 20 тысяч гостей местного населения из стран СНГ и Европы. И по предварительным расчетам в дни ярмарки ожидается подписание около тысячи договоренностей по взаимообмену туристами. Борчиной Мусалям КЗ из Ташкента. Специально для СБС. Борчиной Мусалям КЗ